Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня я решила поведать вам о отличной игре по мотивам сериала Южный парк под названием South Park The Factory Butch Hole. Первая часть мне очень понравилась, она передавала дух мультсериала и думаю, что вторая часть будет более масштабной. Ну что ж, начнем! Это 6 фактов о South Park The Factory Butch Hole. Поехали! Факт первый. Как вы знаете, создателями сериала являются Трей Паркер и Мэтт Стоун, и только они могут передать всю суть Южного парка. Так вот, они признали, что руководят разработкой игры, пишут диалоги, озвучивают персонажей и следят за тем, чтобы игра соответствовала мультсериалу. Поэтому за качество новой части Южного парка нам не стоит волноваться. Факт второй. Прошлая часть Южный парк Палка Истины рассказывала о том, как детишки решили поиграть в магов и рыцарей. Вторая же часть начинается на следующий день после событий первой части. Мы в роли новичка и теперь ребята решили поиграть в супергероев, поэтому подготавливаться придется заново. Чтобы стать частью игры Картмана, Енот и его друзья, вам предстоит для начала создать своего супергероя. Факт третий. Думаю, каждому, кому понравилась игра, огорчились, когда она проходилась очень быстро. Так вот, разработчики сообщили, что вторая игра примерно в два раза длиннее, чем первая часть. Вторая часть более масштабная, в ней больше возможностей для выбора и больше интересных заданий. Факт четвертый. Также разработчики сообщили, что систему боя основательно переработали. В Палке Истины бои были веселыми, но довольно простыми. Пошаговая система не предусматривала стратегических возможностей. Во второй же части разработчики пошли дальше. Теперь поле боя можно использовать тактически, прячась за укрытие и перемещаясь по полю. Теперь также можно будет обойти врагов стыла. Факт пятый. Также на Gamescom'е Ubisoft показали рекламу нового устройства, которое должно идти вместе с игрой, чтобы передать всю суть игры. Устройство назвали Nosus Rift, которое передает все зловоние и пердежи из игры прямо вам в нос. Правда, как вы понимаете, это казалось шуточная реклама игры, а было бы интересно глянуть, как работает это устройство. Факт шестой. Ну и напоследок небольшой, но не менее интересный факт. Знали ли вы, что третий фильм киновселенной Марвел о Капитане Америка изначально должен был называться The Factory's But Whole? Но разработчики игры первыми зарегистрировали это название, и фильм пришлось назвать Гражданская война. В одном из моментов игры упоминается Гражданская война, когда дети решили разделиться на две стороны. Системные требования South Park The Factory's But Whole пока не объявлены. Выход же игры намечен на 6 декабря 2016 года. South Park The Factory's But Whole появится на всех популярных платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Итак, это были все факты на сегодня, которыми я хотела с вами поделиться. О игре пока известно очень мало, но когда появятся новые факты и вам будет интересно, я сделаю вторую часть видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также пишите в комментарии игры, о которых вы хотите узнать что-нибудь новое. Мы обязательно сделаем по ним обзор. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения и играйте только в лучшие игры.